Участница этой торжественной церемонии стала и доцент кафедры вокального искусства Чувашского государственного института культуры Агриппина Иванова. Сегодня она получила звание заслуженного работника культуры России. Каков путь к подобным знаком отличия узнавала Мария Шоклева. Прям в космос поем. Заслуженный работник культуры Чувашии, а теперь и России, Агриппина Иванова поет сколько себя помнит. Развить талант ей помог педагог музыкального училища Станислав Кондратьев. Агриппина Зосимовна называет его вторым отцом. Затем была учеба в Казанской консерватории, а теперь она и сама преподаватель. Талант педагога я еще почувствовала в детстве, даже в классах пятых. Даю корову, хлебушек несу, коровушка смотрит. Говорит, я глажу по бокам, там же ребра. И чувствую, у меня руки вибрируют, и ребра коровы. Ой, думаю, у меня же тоже ребра есть. И вот я на себе мычание коровы тоже произвожу. Вот, непроизвольно. Тогда ведь я это не знала, что это резонирование, резонанс. То есть я училась у природы и старалась все от природы взять. Как бы птичек изображала я, как они поют, соловьи, как они заливаются. Все-все звуки я голосом пробовала. Агриппина Зосимовна преподает академический вокал более 30 лет. Сотни ее выпускников работают солистами в Театрах России. Вот и Максима уже пригласили петь в Чувашский театр оперы и балета. Он очень благодарен судьбе, что попал в класс лучшего педагога. Где ты, моя радость? Где ты, моя участь? Мой педагог очень требовательный. Она очень хорошо и тонко все слышит. Должно быть, все должно быть идеально для нее. Чтобы ученик исполнял все правильно от начала до конца. Нигде не давать себе поблажки. Она не дает никогда себе поблажек и не дает ученикам. И учит их тоже быть такими целеустремленными. Сопрано, бас, баритон, тенор. Агриппина Зосимовна работает со всеми голосами. Говорит, методика одинаковая. С ее помощью можно превратить в хорошего певца, даже человека, не обладающего природным даром. Вот у меня Сидорова Наталья была. Вот у нее в диапазоне 3-4 ноты было. И то они все беззвучные были. Представляете? Но девочка очень трудоспособной была. Мы сколько дыхательные техники проходили. Вечерами, забывая о времени, мы с ней смотрим время 9 часов. Ой, смотрим время 10. Вот. Я ей сначала все объясняю, рассказываю. А потом теперь, а теперь говорю, давай на практике все это сделаем. Вот так научились петь. И в конце концов диапазон почти в 3 октавы стало. У Агриппины Зосимовны совсем мало свободного времени. Но она успевает посещать спортзал, проводить выходные с внуками и путешествовать. Мне трудно отделить личное от работы. Я вот честно клянусь, не кривя душой. Я вот счастлива. Вот настолько на студентов, на своих учеников, втрачу время и все свои силы, и здоровье, и знания больше, чем для своих детей. И поэтому мне очень трудно. Вот это у меня нету разделения. Мечта у меня, чтобы еще более профессиональных певцов выпустить. Вот моя мечта. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, сказал философ Конфуций. Агриппина Иванова – яркий пример этой цитаты. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика.